привет весна наступила и мы наконец-то на улице снимаем ну что классно круто что значит у нас еще весна весна значит что он началась пассивная и об этом мы тоже сегодня поговорим поговорим еще об экспорте в общем таймер погнал это новости 3 2 1 привет это агроменеджеры меня зовут илья и первая новость про экспорт на не про экспорте рановых а про экспорт сахара знаете что интересно складывается что у нас очередной рекорд предстоит по экспорту сахара россия собрала какой-то невероятный урожай сахарной свеклы и получила почти 7 миллионов тонн сахара там 68 67 цифры вот такие такой что интересно выходит заголовок это я говорю к вопросу заголовка рекордный экспорт сахара за четыре года круто круто а знаете что ну что четыре года назад мы были еще импортером сахара экспортером мы стали только как вот четвертый год и каждый год экспорт сахара растет тенденция хорошая тенденция шикарная но поговорим еще об одной культуре кстати о ней мы говорили в одном из наших предыдущих выпусков в общем следующая новость про горох и про горох что хорошо помните я говорил что эта культура достаточно интересно с точки зрения кстати тём привет по трендам с ними конечно все ждите что интересного у нас получается в китае китай закупил почти рекордный объем с начала года гороха почти 300 тысяч тонн так вот россия и это очень хорошо вышло на первое место среди поставщиков китай горох до этого были американцы другие страны теперь мы теперь мы стали лидером и если все пойдет хорошо экспорт гороха будет наращиваться про эту культуру мы говорили присмотритесь к ней маржинальность гороха с учетом сегодняшних реалий становится очень привлекательны тут знаете о чем еще хотел сказать иногда в разговорах сельхозавропроизводителям слышим что вот бы нам не урожай тогда цены поднимутся все будет хорошо знаете вот такая страна как инди второй потребитель пшеницы а то и второй производитель пшеницы в мире в этом году у них не урожай я уже не буду говорить того что страна стоит на пороге голода и кризиса что они сейчас реально декларируют каждую неделю сколько у них осталось продовольственных запасов вот мне интересно там тоже наверное местные фермеры радовались этому или не до радости поэтому не надо шутить не засухой не с голодом не с недостатком зерна цена деньги это одно наличие хлеба это другое надо разделять эту вещь опять же минутку философии вам решать как есть какие еще новости хотел сказать не знаю обсуждать не обсуждать но тут какие-то непонятные вещи стали твориться с одним из крупных бакалейщиков в мире смак файд с одним из крупнейших экспортеров в россии риф в общем не разобравшись в этой теме свои комментарии какие-то давать я преждевременно не буду но мне интересно поговоряться в этой теме а мы пойдем дальше по новостям ну вот уже наверное подошла или подходит к концу пятиминутка наших новостей еще ни слова не сказал про пассивную что говорить идем удуарными темпами 23 региона уже стартовала пассивная 1 миллион гектар уже сейчас засеян но опережаем прошлый год тем хороший взят есть предположение что у нас все будет хорошо да не предположение уверен что у каждого из вас будет все хорошо это были новости 321 меня зовут илья канал агроменджера